всем привет вы на канале йоркширский триер bonnie в этом видео я вам покажу что беру для собаки в отпуск на три недели видео со сборами bonnie на канале полно но именно такие видео мне совсем нетрудно снимать потому что для этого ничего не нужно делать я это и так собираю поэтому просто снять мне не трудно и плюс ко всему я думаю уже все вернулись из отпусков и данная тема будет не актуально но вот мы первый раз летим в августе потому что до этого собаку не подтверждали на рейс до все рейсы были заняты животными первое что я беру это bonnie sling он занимает не очень много места но при этом это классная переноска bonnie в нем очень удобно дальше полотенца bonnie на пляжная но с капюшоном занимает очень много места возможно я пожалею что его беру но надеюсь что не пожалею но bonnie тоже в нем очень удобно она под ним и спит под сырым уже когда я ее вытираю после купания и на жаре вот она под ним спит под мокреньким и и очень хорошо дальше корм покажу как его собирала собираем корм я очень надеюсь что вот этого количества хватит на три недели потому что я не хочу вскрывать новый пакет чтобы он но открытый стоял месяц тут у меня вот пакетики на три недели это слишком много мне кажется настолько я еще не раскладывала корм по пакетам смотрите получилось просто идеально у меня всегда чего-нибудь остается ненужное какая-нибудь там несколько грамм сейчас не нашла спасибо лучше ты помолчала ничего у меня вот не осталось это сейчас я просто помою просто шикарно все получилось вот все расфасовала расфасованные пакетики то есть на один день один пакетик две порции ни грамма лишнего не осталось с этим тоже вот это вот на понедельник на вторник на среду и вот это вот одна порция утром на четверг да я ее буду кормить перед полетом потому что у нас вылет в 15 я не буду морить его на заметку там за сколько-то часов за 10 что ли или за 12 по моему по моему до перелета нельзя кормить но я знаю чтобы они не тошнит фу-фу-фу в самолетах поэтому я ее покормлю у нее хронический гастрит ей голодать тоже вот я никак не подгадывала то есть сейчас вечер воскресенье только что боньку покормила еще одна порция была так что прям какая-то магия дальше у нас идет амуниция берут две шлейки можно было взять меньше но я сейчас не знаю что можно оставить из этого я и так выбрала по минимуму от первая шлейка вот это вот наша розовая баня в ней полетит я думаю поэтому ее надо сюда убрать и еще в аэропорт хочу взять вот этот вот наш поводок наверное ну да то когда я иду там с переноской с чемоданом еще у меня боня на поводке она убегает на длинное расстояние на рулетке а там ее могут чемоданами задавить в общем всегда дурацкая ситуация получается поэтому в аэропорту наверное мне удобнее будет с поводком с собой беру одну рулетку вот эту вот на тросе хотела взять еще на ленте но к счастью отговорила себя дальше набор амуниции из биотана поводок и ошейник я не знаю не будет ли им чего-то от морской воды я по крайней мере отстегнула уже адресник бумажный такой какой-то ну надеюсь что будет нормально дальше беру вот этот вот наш новый поводок гулять по набережной вот прям самое то я когда его выиграла подумала что возьму с собой гулять по набережной потому что мы живем прямо на берегу дальше вот это вот наша шлейка и набор амуниции для купания просто я не знаю из биотана она в ошейнике может просто бегать по пляжу а вот в этом именно купаться не знаю и намордник на всякий случай беру полотенце для лап она очень маленькая удобная охлаждающую попону она точно должна пригодиться например в машине и охлаждающий коврик я не покупаю из гидрогелем чтобы она ничего не застудила а вот такой отлично подходит для этих целей его просто мочишь холодной воде встряхиваешь и он начинает работать шампунь для лапа взяла от фирмы вэлрум перелила вот в этот пузырек тут такой отличный блокатор чтобы ничего не вылилось мне нравится именно этот шампунь для лапа тем что я и мою не только подушечки лап но и сами лапы тоже и вот например крем мыло вот этой фирмы очень колтунит шерсть от вэлрум нет шампунь тоже перелила в другой пузырек здесь шампунь от фирмы вандерлэп его не нужно разводить и в принципе на отдыхе я после моря мою собаку практически каждый день профессиональной косметикой мыть собаку каждый день нельзя ну и плюс разводить ее нужно не дома я не люблю с этим заморачиваться из мисок беру вот эту для корма эту для воды вот такая вот складная миска это на на пляж брать из панам беру от фирмы ли марджи вот такую новую на удобной застежке из прошлогодней коллекции розовую и желтую потому что желтой одежды очень много почему-то получилось в этот раз голубую панамку она отлично держится на голове money и вот такая белая под белый костюм очки для фотосессий и спасательный жилет заказала новый мне его успели доставить переносили доставку и вот прям перед вылетом буквально мне его все-таки доставили он отличается от нашего тем что здесь вот прям лапки просовываются ну как одежда одевается из нашего баня выплывает если ее не держать вот так вот за ручку например поэтому одна в нем плавать она не может она переворачивается поэтому брать его не было смысла попробуем в этом он кстати состоит из двух частей сейчас я его разберу чтобы он занимал много места вот так вот это выглядит первая часть и вторая и получается совершенно плоский жилет для транспортировки очень удобно и так как мы на три недели придется брать с собой зубную щетку и гель для чистки зубов не охота вести с собой целую вот эту бутылку но если я куда-то его перелью я не смогу вот так вот удобно заливать в щетку его поэтому пока не знаю так еще наш адресник на отдых всегда беру из игрушек беру ее зайца любимого он будет у нее в переноски для пляжа пуллер мячик лайкер и вот такая вот латексная кошка на боне очень нравится из мягких боня выбрала вот этого зайца дальше пакетики для уборки от клещей спрей и ошейник я бы не стала брать спрей но мы будем ходить в парке поэтому на всякий случай беру и next guard спектра таблетку с собой взяла дальше босоножки бони я не знаю будет она в них ходить или нет если будет горячий асфальт то придется расческа и резиночки много собрала там и и мягкие и силиконовые бантики дальше у нас вкусняшки беру немного хочу купить там и пауч монш внутри банки консервов можешь везла из италии теперь повезу отсюда здесь у меня бонины таблетки от гастрита тут пустые капсулы тут ее лекарства это просто бонина аптечка для гастрита только фосфалюгель так поилка ее тоже возьму в аэропорт и пеленки взяла 12 думаю вот либо взять еще кучу пеленок либо уже купить там пока не знаю потом решу из одежды я старалась взять максимально все самое легкое вот такой вот костюмчик вот такой вот костюмчик он весь в дырочку этот костюмчик но не все три одинаковые на чтобы она на пляже гуляла в песке валялась чтобы было не жалко платье папе angel она все продувается но абсолютно такое легкое платье ли марджи тоже в принципе легкая фо май докс платье все аж прозрачная фо пацан ли платится она тоже такое прям маленькая легенькая что надо из четырех лап рури на такая вот футболка это на пляж ходить тоже в дырочку вся продувается такая вот кофточка тоже наверное на пляж тоже руки папе angel вот такая вот кофта на тоже вся максимально легкая из очень приятного материала такая воздушная папе angel костюмчик с шортиками папе angel костюмчик его если вдруг будет прохладно вечером хотя вряд ли но мало ли его можно носить с толстовкой тоже папе angel это такой набор можно сказать for my dogs теплая платьица на вечер долли доги костюмчик если что его можно тоже кофту наверх надеть вот такую джинсовку например спортивный костюм легкий и спортивный костюм теплый это если вдруг прям будет холодно но такого быть не может но на всякий случай я беру и вот этот вот легенький новый костюмчик папе angel тоже берем и она должна решить в чем боня полетит это трудно решить сейчас она решила что боня полетит в этом костюме но вернее в самолете есть не снимаю одежду перед входом самолет поедет она в этом костюме я думаю что работники аэропорта оценят это просто лайфхак если не хотите чтобы вас никак мучили на проверках всяких просто берите модную собачку и тогда вы будете никому не интересны все будут заняты только ей так переноску нашу берем папе angel она не проходит по габаритам в самолет мы первый раз летим не аэрофлотом я считаю что сейчас не безопасно летать нашими авиакомпаниями к сожалению я очень люблю аэрофлот но ненавижу их отношения к животным в общем сейчас мы первый раз летим другой авиакомпании они нашей и короче ширина длина все с запасом высота там дурацкая нет ни одной переноски такой высоты но можно сумку которая приминается для под такую высоту у нас эта сумка она ну как бы тут понятно вот это приминается но в общем я надеюсь что никто не придерется потому что это будет капец но высота которая там заявлено я даже не помню но такой высоты нет практически ни одной переноски еще пледик думаю брать ей с собой или нет я всегда кидаю в переноску если в самолете холодно и и накрываю наверное возьму ну еще естественно документы кстати говоря боня очень сильно начала переживать когда увидела чемоданы у нас постоянно куда-то улетали родители или уезжали и она видела чемодан у них в комнате и ей было абсолютно все равно сейчас она увидела чемодан моей комнате у нее снесло крышу она впала в депрессию в общем вела себя крайне депрессивная лежала просто в лежанках уткнувшись носом в пол вообще ни на кого не поднимала голову или ходила за всеми по там вот как только я поставила ее переноску рядом с чемоданом и начала собирать ее вещи только тогда ее отпустила давай муша куда мы полетим и узнаете в следующем видео на этом все всем спасибо за просмотр всем пока